Сегодня временно исполняющий обязанности главы региона провел первое в своем ранге заседание Кабинета Министров. Олег Николаев, совмещающий должность председателя правительства, расставил приоритеты перед органами власти и профильными ведомствами. Одна из ключевых тем на повестке дня – реализация послания президента России. В республике подготовлен поэтапный план действий. Подробности у Дмитрия Ковалева. В правительстве республики немало новых лиц. У членов Кабмина, отметил Олег Николаев, времени для раскачки нет. Повышение благосостояния граждан – среди ключевых задач, которые решаются за счет роста экономики. Чувашская республика принимает участие в 52 проектах. Это, конечно же, должно в итоге чувствоваться людьми в виде конкретных проектов и ощутимых результатов, которые они должны чувствовать. Это построены школы, построены дороги. Продолжается работа над бюджетом и программой ускоренного развития Чувашии. Параметры этого документа временно исполняющий обязанности главы региона обсудил с министром промышленности страны Денисом Мантуровым. В ближайших планах ведомство создать в республике национальный центр кибербезопасности в энергетике. Мы вчера еще договорились о том, что в ближайшее время республика получит дополнительные средства, более чем 1 миллиард рублей на решение приоритетных задач, которые ставят перед республикой. Очевидно, что решение этих масштабных задач зависит от консолидации усилий всех. Масштабные задачи, обозначенные в послании президента страны, в правительстве региона сформировали план действий на годы вперед. Мероприятие плана нацелено на решение социальных, экономических и технологических задач, качественные изменения в сфере образования, здравоохранения, развития культуры и спорта. Будет осуществляться поэтапное внедрение отраслевой системы оплат труда медицинских работников. В этом году в республике приступят к строительству девяти детских садов, а ко Дню Знаний в Чебоксарах и Козловском районе откроются новые школы. В сентябре для учеников начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание. Это тоже поручение президента. В Чебоксарах выделяется из федерального бюджета 84,15% от всей суммы, которая требуется на обеспечение питания. Я думаю, это позволит как раз уравнять те возможности, которые есть у муниципальных образований Чебоксарской республики. Просьба взять под контроль. Ни в коем случае нельзя допустить того, что там, где это питание было, и вдруг оно сейчас пропало из-за того, что мы предполагаем с 1 сентября обеспечить это за счет федерального и республиканского бюджета. Еще одно поручение временно исполняющего обязанности главы региона – сохранение величины прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала. Цены реально в магазинах не дешевеют. А мы говорим, что прожиточный минимум устанавливается ниже, чем за прошлый квартал. Мне кажется, это выглядит достаточно странно. Принять поправки в законопроект Олег Николаев поручил в ближайшее время. Сохранение величины прожиточного минимума должно отразиться на уровне доходов жителей. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.